С кэшбэк-сервисом Letyshops ты можешь возвращать до 30% денег, которые потратил на покупки. Сначала нужно зарегистрироваться, потом выбрать один из 2300 магазинов, перейти в него и сделать покупку, как обычно. Вывести деньги можно любым удобным способом. Ссылка в описании. Две группы ученых отправились в Сибирь. Чтобы раскрыть тайну Тунгусского метеорита. Самого большого взрыва в документированной истории. Сотню лет никто не мог доказать, что стало его причиной. Это словно место преступления. Улики здесь, но мы не можем их найти. Но вскоре это может измениться. Это именно тот камень, который мы разыскиваем. Астероиды. Вулканы. Медведи. О, Боже! Это экспедиция Апокалипсис. С точки зрения науки. Экспедиция Апокалипсис. Село Вановара. Один из самых удаленных населенных пунктов в России. Здесь, на обдуваемой ветром дороге, две соперничающие группы ученых готовятся к экспедиции в глушь, в одно из самых загадочных мест на Земле. Они должны переправить туда все необходимое для десятидневной экспедиции, всю пищу и все оборудование. Одна группа из Италии и оснащена высокотехнологичными и чувствительными приборами. Другая группа, американский геолог и его коллега-итальянец, берут с собой только кирки и карту. Но у них есть радикальная теория происхождения Тунгусского метеорита. Они направляются к месту в четырех тысячах километров к востоку от Москвы у Полярного круга. Именно там они попытаются раскрыть тайну, которая более сотни лет ставит в тупик ученых. 30 июня 1908 года 7 часов 14 минут Утром 30 июня 1908 года небо над бассейном реки Подкаменная Тунгуска осветилось взрывом. Один из свидетелей утверждал, что небо раскололось надвое. Сейсмографы в сотнях километров отсюда зарегистрировали мощный удар. Странные люминесцентные облака несколько дней освещали Европу. Спустя 20 лет первая экспедиция Леонида Кулика достигла отдаленного эпицентра. Кулик обошел всю эту площадь гигантскую площадь по кругу и обнаружил, что все деревья лежат в центру корнями. Он увидел, что взрыв повалил почти 80 миллионов деревьев на площади в 2000 квадратных километров, но не оставил и следа от того, что стало его причиной. Не было вулканического пепла, признаков землетрясения, метеоритного кратера. Ничего. Что же произошло на Тунгуске? Сегодня лидирует теория об астероиде, либо комете, которая взорвалась в воздухе и потому не оставила кратера. Но взрыв подобной мощности никогда не был зафиксирован. Прошло 100 лет. Несколько экспедиций пытались установить истину, но ни одной не удалось выяснить, что же случилось в тот день. Большую часть времени Сибирь скована льдом. Но летом превращается в кишащее насекомыми болото. Это враждебная среда, где волков и медведей значительно больше, чем людей. Вот здесь, говорят, проходит песчаник. Геофизик из Корнельского университета Джейсон Филпс Морган и его коллега Паула Вануки устроили свою базу в хижинах, построенных экспедицией Кулика. Мы спим в той же хижине, где спали они, а потом отправимся на то же место и постараемся раскрыть ту тайну, разгадка которой отняла несколько лет их жизни. Это такое интересное ощущение. Исследователи хотят найти доказательства тому, что взрыв на Тунгусске произошел не по вине астероида. Это было большующее дерево, которое вдруг упало, будто тростинка. Они считают, что причина таится в недрах Земли. И эта таинственная природная катастрофа может повториться в любой момент. Чтобы раскрыть тайну, Ипс Морган обращается не к 1908 году, а к дате на 250 миллионов лет раньше него. Он ищет подтверждение тому, что когда-то, давно, в этом районе произошел огромный взрыв, предшественник события 1908 года. Его поиски начинаются с удивительнейшего ландшафта на Тунгусске. А это у нас обращик сибирских трапов. Это слово означает «лестницу». И мы видим небольшие ступеньки, поднимающиеся вверх по ручью. Каждая ступенька образована потоком лавы, который медленно остывал, превращаясь в твердый базальт. Лава текла по Сибири приблизительно 100 тысяч лет. Здесь длина потока составляет 1600 метров, а в сторону он расходится на площадь, равную 48 американским штатам. Это самое большое из известных образований базальта. Ипс-Морган подозревает, что в других регионах магма и вулканические газы исторгались из земной коры. Но под Тунгусской кора была особенно толстой. И потому магма и вулканические газы копились под ней. Давление накапливалось до тех пор, пока не открылся естественный выход. Газ вырвался наружу в сто раз сильнее, чем самое мощное извержение вулкана. Потом отверстие закупорилось. Помимо газа, из него вырвались каменные обломки и дым, которого было достаточно, чтобы отравить планету. Ипс-Морган утверждает, что это отнюдь не совпадение, что 250 миллионов лет назад свыше 90% всей жизни на Земле не стало. Массовое вымирание во время Пермского периода до сих пор не объяснено. Но Фибс-Морган считает, что причиной ему был именно взрыв на Тунгусске. Событие 1908 года было малым извержением, просочившимся сквозь трещины, открытые первой катастрофой. И оно может быть не последним. Извержение на Тунгусске в 1908 году не должно остаться изолированным событием. Повторения его могут случиться спустя 100 лет, может быть, через тысячу лет, но в этом месте снова произойдет извержение. Подобное извержение он называет Верн-взрывом в честь фантаста Жюля Верна, который придумал газовую пушку, достаточно мощную, чтобы отправить человека в космос. Теория Верн-взрыва имеет последователей. Мы пришли с достаточно простой целью. Мы хотим найти камень, который был бы с точностью до 100% создан вулканическим извержением. Он разыскивает шоковый кварц. Это кварц, подвергшийся удару такой силы, что вся его структура претерпела изменения. До сих пор нам были известны лишь две силы, способные создать шоковый кварц. Это ядерный взрыв и удар достаточно большого метеорита, оставляющего кратер в земле. Но Фибс Морган отслеживает третью причину. Верн-взрыв. Исследователи ориентируются по карте, составленной предыдущей русской экспедиции. В огромном образовании базальта на ней отмечено кольцо песчаника, в котором может содержаться кварц. Оно находится вокруг горы, близко от эпицентра взрыва 1908 года. Надо просто его найти и избежать гибели в лапах бесстрашных и диких сибирских медведей. Ночью молодой медведь забрел хижину и заставил группу повысить бдительность. Ему любопытно, и он голоден. Но он глуп, вот в чем дело. Он нас не боится. Ученые выходят вместе с вооруженным проводником. Они одеты в костюмы, защищающие от насекомых. Исследование тунгуски никогда не давалось легко. Первая экспедиция кулика оказалась на голой пустоши. Дело в том, что он работал в районе, в котором погибли все животные и часть растений погибла. И поэтому экспедиция сильно голодала. Очень трудно было доставлять туда продукты питания. Но кулик был настолько, так сказать, этой работой поглощен, что он не обращал внимания, что люди голодали вокруг. Но они работали на протяжении очень длительного времени и сильно страдали от того, что голодали. Экспедиция в район Тунгуски сейчас не стала легче. В поисках песчаника Джейсон и Паула вынуждены преодолевать болото и расчищать дорогу в зарослях, отбиваясь от стай огромных и голодных комаров. Обходя гору, они обнаруживают множество камней. Вот здесь. Да, это опять базальт. Попробуй-ка его поковырять, и буду достовериться. Но песчаника нет. Ничего, ничего, ничего. Да. Ладно. Поиски продолжаются два долгих и утомительных дня. Мы уже обошли все возможные места. И эта карта неправильная. Это раздражает. Тут везде отмечен оранжевый песчаник. А вот наша гора, вокруг которой должно быть кольцо песчаника. А мы его просто никак не можем найти. я уверен, что мы где-то здесь, но задача стоит так, что нам нужно найти иголку с песчаника в стоге сибирских трапов. Но Фипс Морган скоро сделает открытие, которое может изменить все. Это просто потрясающе. Два дня Джейсон Фипс Морган безуспешно искал шоковый кварц, подтверждающий, что взрыв на Тунгусске произошел благодаря вулканическому извержению под названием Верн-взрыв. Теперь он отбросил карту и направился туда, где еще не искал. К вершине горы. Недалеко от вершины исследователи рассматривают еще одно из странных явлений Тунгуски. Огромный камень, который, по мнению русских геологов, оказался здесь благодаря древнему леднику. Сейчас мы у камня Джона, скопление гранита, принесенного ледником. Нам стоит взять образец. Итак, в нем много кварцем. Это не гранит? Нет. Это образование из того элемента, который они разыскивали несколько дней. Песчаника с вкраплениями кварца. Так, образец камня Джона. Паула, подойди-ка. Посмотри на это. Все камушки округленные. От ледника такого не бывает совсем. Так как же глыба песчаника весом в пять с половиной тонн оказалась на вершине горы, состоящей из одного базальта? Фибс Морган считает, что ее могло выбросить сюда из глубин Земли мощным верным взрывом, случившимся 250 миллионов лет назад предшественником инцидента на Тунгуске. Они должны были бы быть где-то на полкилометра под землей, а что-то выбросило их вверх на поверхность. Это потрясающе. Спустя семь лет после объявления своей радикальной теории, он может получить подтверждение вулканического извержения. Это именно тот камень, который мы разыскиваем. Но он не сможет узнать, действительно ли кварц претерпел изменения из-за сильного удара до тех пор, пока не проверят его в лаборатории. Я очень взволнован этой нашей находкой. Но в то же время и тем, что спустя 20 секунд, я уже думал о том, как доказать, что это правда шоковый кварц. Еще о том, есть ли вероятность, что анализ будет неудачным. Фипсу Моргану придется вернуться домой, прежде чем он узнает, добился ли он успеха. В 8 километрах от эпицентра итальянская группа разыскивает доказательства того, что взрыв на Тунгуске был вызван не вулканическим газом, а взорвавшимся астероидом. Летом замерзшая земля в районе Тунгуски превращается в болотную топь. Она слишком мягкая, чтобы там можно было приземлиться, и потому вертолет застывает в метре над землей, пока группа разгружается. Это опасный маневр. На следующие 10 дней кишащие насекомыми болота станет их домом. Среда здесь очень недружелюбная. Миллионы злющих комаров, и работать в таких условиях совсем непросто. Карло Стангеллини впервые приехал на Тунгуску. Но его группа прилетала сюда уже 6 раз. Лидер изначальной экспедиции Джузеппе Лонге, физик из Болонского университета, впервые прибыл сюда 20 лет назад, заинтригованный озером неподалеку от эпицентра. В 1999 году ныряльщики взяли керновые пробы с мелководья в озере, надеясь обнаружить микроскопические остатки взрыва астероида. Группа исследовала дно озера Сонаром, и акустические показания удивили их. Они подтверждали, что озеро Чеку не похоже на другие озера Сибири. Оно необычайно глубокое, с очень крутыми берегами, как будто образованное астероидом. При сравнении с картами царской России 19 века следов озера не было обнаружено. Многие ученые полагают, что астероид испарился над Тунгусской и поэтому не оставил кратера. Но теперь итальянцы подозревают, что это озеро было создано отдельным усилевшим фрагментом. Доказательство этому может быть спрятано на самом видном месте. И теперь итальянцы вернулись на Тунгуску, чтобы его найти. Карлос Тангелини получает первое задание. Мы впервые отправляемся на поиски с камерой и стараемся заснять дно озера, чтобы узнать, лежат ли там какие-то обломки деревьев. Он направляется к центру озера Чеку со специальной водонепроницаемой видеокамерой, стараясь установить, не является ли оно местом удара осколка астероида. Если он уничтожил лес в районе Тунгуски, обломки деревьев могли сохраниться на дне. 10 метров. 9 метров. Так, готово. До дна 50 метров. Но что-то идет не так. Видеокамера вдруг отключается. И ее никак не удается включить снова. Но это только первая попытка, так что... В этом нет ничего неожиданного. Проблемы всегда возникают, когда занимаешься сложным делом. Тунгуска нелегко расстается со своими секретами. Группе придется вернуться на берег, чтобы починить камеру, и попробовать снова. Пока же они используют другую тактику. еще один представитель итальянской команды, физик Романо Сэра, испробует другой метод. Он исследует единственных выживших свидетелей события. Деревья вокруг озера. И постарается найти подтверждение, что озеро не существовало до 1908 года. Сэра уже бывал в экспедициях на Тунгуске. С некоторых деревьев он берет образцы сердцевины. С других срезы. срезы. Превосходно. 10, 20, 30. Годичные кольца открывают необычную закономерность. Деревья, растущие у озер, обычно обладают широкими годичными кольцами. Но эти деревья не такие. До 1908 года их годичные кольца плотно сжаты, что типично для деревьев, растущих в густом лесу и получающих ограниченное количество воды и света. Но после 1908 года кольца резко расширяются, как будто условия полностью изменились. Сэра не сомневается в информации деревьев. В 1908 году вместо леса появилось озеро. Я рад, потому что обнаружил в годичных кольцах деревьев вокруг озера Чека подтверждение своей теории. Это придает вес мнению, что озеро Чека кратер от удара астероидом, впоследствии заполненный водой из ближайшей реки. Но не все в этом убеждены. Теорию итальянцев об астероиде как причине взрыва поддерживают другие ученые, которые ищут объяснений загадочным находкам, сделанным первыми исследователями. Когда Леонид Кулик отмечал на карте упавшие деревья, он отметил, что они лежали, образуя рисунок, похожий на крылья бабочки. Две симметричных области разрушения и большие уцелевшие секции между ними. Более того, в центре все еще стояли деревья, лишенные веток и голые, как телеграфные столбы. Кулик подозревал, что огромный метеор разделился над Тунгусской. Прошло 12 лет, здесь побывали 4 экспедиции, но ни кратера, ни обломков не было обнаружено. Как и итальянцы, физик Марк Бослоу считает, что знает причину. Виной этому был астероид, который не просто разделился, а испарился в воздухе в момент взрыва. Моделируя взрыв на Тунгуске, Бослоу использует суперкомпьютеры Sandy Labs, одни из самых мощных на планете. Модель показывает, что падение астероида размером с десятиэтажное здание могло создать именно те условия, которые обнаружены на Тунгуске. Анимация показывает подробную версию того, как мог произойти взрыв в воздухе. Он подходит к тонким внешним слоям атмосферы, но движется очень быстро и сталкивается с молекулами воздуха, нагревая их, создавая давление, а вместе с этим ударную волну. Давление нарастает по мере углубления астероида в атмосферу. Постепенно давление превышает силы, удерживающие вместе эту груду камней. Она начинает разваливаться, и ее энергия движения переходит в нагревание, и весь астероид испаряется. А затем это облако испарений, похожее на огненный шар, расширяется. Именно это и создало взрыв в воздухе. Огненный шар взрывается в 11 километрах над землей, но его инерция создает ударную волну, которая по силе гораздо превышает ударную волну от сходного по размеру ядерного взрыва. Вот здесь он опускается прямо сверху, поэтому он мог сбить ветки с деревьев, но горизонтально не движется, а потому деревья остаются стоять, голые и прямые, как местные телеграфные столбы. Рисунок бабочки, образованный упавшими деревьями, получился благодаря распространению ударной волны. Модель Бослоу удивительна и кажется достоверной, но она существует лишь в компьютере. поэтому мы обратились к эксперту по ударам Этеру Шульцу. Великолепно. Он испытает модель, воссоздав взрыв. Вот это у нас сибирский лес, как раз в середине ударной камеры. Когда метеор пройдет через атмосферу, повалит ли он деревья? Вырвет ли их с корнем? Я не совсем уверен в том, что произойдет. для симуляции взрыва будет проведен выстрел стеклянным шаром через тонкую пленку из майлара. Контакт с ней испарит стеклянный шар и создаст ударную волну, которая врежется в поверхность. А для того, чтобы придать ему невероятную скорость астероида, Шульц будет стрелять из большого вертикального ружья с дулом длиной в 7 метров. Так. Заряжайте и взводите. Джей Пи, мы готовы? Как там все? Света достаточно? Трех метрах над поверхностью пуля ударяется о майлар и испаряется. Но огненный шар направляется ниже вместе с предсказанной ударной волной. Получившийся результат очень похож на то, что наблюдается на Тунгуске. Поглядите на это. Как видите, зубочистки все полегли. Они попадали, как деревья на Тунгуске и образовали рисунок, похожий на сердце. А рисунок из упавших зубочисток напоминает рисунок поваленных деревьев 1908 года. Но что же телеграфные столбы в центре? Одна из них все-таки устояла. И вот у нас дерево, которое осталось стоять и не было повалено, как все остальные. Демонстрация заставляет предположить, что взрыв в воздухе мог создать таинственное разрушение в районе подкаменной Тунгуски. Несмотря на уверенность в том, что за Тунгуский инцидент несет ответственность взрыв в атмосфере, Шульц и Бослоу не разделяют мнение итальянцев о том, что озеро Чеко было образовано одним уцелевшим фрагментом. Они считают, что астероид взорвался целиком. Не думаю, что это невозможно, но очень маловероятно. Не могу придумать, как можно создать физическую модель, которая объясняла бы и взрыв, и озеро Чеко. Но, вероятно, я просто еще не все продумал. Но в Сибири тайна сгущается. Итальянцы вскоре добьются успеха. На берегу озера Чеко итальянская группа продолжает поиски доказательств космического происхождения озера. А русские гиды готовят ужин из пойманной рыбы и картофельной похлебки. А пока что Карлос Тангеллини ремонтирует видеокамеру. Первый раз она необъяснимым образом сломалась. Сперва мы подумали, что вода налилась внутрь через переднее стекло, поэтому промазываем силиконом, где можно. Посмотрим, сработает ли. В июне в Сибири царят белые ночи, когда солнце не садится полностью. После ужина Карло отправляется на озеро. уже почти десять вечера, и это хорошее время для спуска камеры, потому что озеро очень спокойное. Они считают, что на глубине озера сохранились остатки леса, уничтоженного фрагментом Тунгусского метеорита. Девять метров. Превосходно. Мы тебя видим. Наконец, появляется призрачное видение. на половину зарытые обломки деревьев и не в одном месте, а практически везде. Ошеломительное зрелище. Именно эти доказательства они искали несколько лет. Именно это мы и разыскивали. Множество веток лежит на дне озера. А теперь команда собирается поднять несколько образцов, чтобы отправить их на анализ в лабораторию. За борт опускается простой захватный механизм. ветки. Мы должны узнать, старые ли это ветки, или их принесла сюда река, и нам надо установить их возраст. Эти ветки выглядят самыми обычными обломками, Но ученые надеются, что они помогут прояснить загадку Тунгусского метеорита. Однако подтвердить их теорию может еще одно доказательство. И Карлу отправляются на поиски обломка астероида, который сформировал озеро, и который, по утверждениям теоретиков, не существует. Он использует магнитометр, инструмент для обнаружения затонувших кораблей, который улавливает малейшие флуктуации магнитного поля. Во многих камнях есть частицы металла, и этого достаточно для создания магнитной аномалии. Если на дне озера Чеко все еще лежит космическое тело, ученый надеется его обнаружить. Мы разыскиваем то, что лежит очень глубоко, и нам нужна наивысшая чувствительность прибора. Во избежание помех для поисков используется резиновая лодка и минимум металла. Ученые прочесывают озеро по секциям 300 на 600 метров и заносят данные магнитометра и спутникового навигатора в компьютер, чтобы создать магнитную схему. Вернувшись в лагерь, они изучают эту информацию и совершают интересные открытия. Пиколо-Монтанья, буквально маленькая гора. Ученым эта маленькая аномалия говорит об очень многом. Мы ожидаем увидеть ровное место, плоскость у дна, а вместо этого обнаруживаем кочку, небольшой холмик, выпуклый, который может быть зарытым предметом и даже метеоритом. Даже когда последние доказательства их теорий так близко, оно все еще не достигаемо. Итальянцам необходимо вернуться в баллоне, где они обработают данные и обдумывают, как можно поднять на поверхность то, что может оказаться давно потерянным фрагментом метеорита. Американской команде тоже пора домой. Фипс-Морган надеется, что обнаруженные камни подтвердят там его теорию ударного взрыва. Они покидают Тунгуску полные надежд. Но окончательные результаты будут лишь через несколько недель. В США Фипс-Морган проверяет свои образцы кварца. Они могут подтвердить, что взрыв на Тунгуске был последним в серии нескольких Верн-взрывов. Извержения вулканического газа, которые почти не оставляют следов. Обычный кварц чистый. Вот такой. Но сильный шок буквально изменяет его кристаллическую структуру. Фипс-Морган сразу же замечает то, что искал. Параллельная линия — явный признак шокового кварца. Это доказательство Фипса-Моргана, что взрыв на Тунгуске произошел благодаря вулканическому извержению, мощь которого превышает все известные масштабы. Считается, что извержения вулкана не способны создать шоковый кварц. Думаю, что Тунгуска может быть доказательством, которое убедит людей в обратном. Для меня это неоспоримая улика. Фипс-Морган считает, что нашел первое фактическое подтверждение верным взрывом. 250 миллионов лет назад взрывоопасные газы скопились под Тунгуской. Давление нарастало до тех пор, пока не образовалась трещина, и тогда все газы вырвались снаружи, унося с собой камни и обломки. Это энергия самых огромных землетрясений мира, концентрированная в одном выплеске. Фипс-Морган полагает, что это удвоило содержание углерода в атмосфере. И тем самым объясняет массовое пермское вымирание, после которого 90% обитателей Земли исчезли. В 1908 году Верн взрыв повторился. В этот раз взрыв был гораздо меньше и вырвался через старые трещины, создав Тунгусский инцидент. Но может ли быть правильной и теория об астероиде? Мог ли астероид взорваться в 1908 году над тем же районом Тунгуски, где прежде прогремел древний Верн взрыв? Вероятность этого ничтожно мала. Если только Бог не играл в дротики, стараясь попасть в одно и то же место на поверхности планеты, то рационального объяснения вспышки в воздухе над районом древнего Верн взрыва просто нет. Но такие доказательства научному сообществу еще придется переварить. Теория Фипса Моргана поражает и может закрыть расследование. Но в деле Тунгусского метеорита, похоже, всегда есть место альтернативной точки зрения. В Болонском университете итальянская команда работает над собственным доказательством взрыва, вызванным космическим объектом. Им необходимо неоспоримо доказать, что озеро Чеко — кратер, оставленный метеоритом. К несчастью, образцы дерева, доставленные со дна озера, невозможно датировать. Они слишком малы. К счастью, предыдущая экспедиция взяла с дна озера образцы ила. Лука Гасперини, ученый-океанолог, готовится сфотографировать и проанализировать их. Это рентгеновское изображение образцов со дна озера Чеко, и оно показывает нам важные подробности. В частности, мы видим, что этот слой соответствует 1908 году. Как мы видим над этим слоем и под ним, отложения выглядят совсем иначе. Верхний слой толщиной около метра содержит отложения, типичные для проточного озера. Ниже него расположены хаотичные отложения, как их называют ученые. Вместо формирования четко обозначенных слоев они перемешаны, будто оказались разом брошены в озеро большим взрывом. Итальянцы считают, что все складывается. необычная коническая форма озера. Годичные кольца деревьев, обломки на дне, образцы осадки. И то, что под озером может скрываться космическое тело. Они считают, что в 1908 году в атмосфере сгорел огромный астероид. И каким-то образом небольшой фрагмент его уцелел и упал на землю. Его удар и образовал кратер, который стал озером Чепла. Обломок этого фрагмента может скрываться под озером. Итальянцы намерены вернуться на Тунгуску снова, чтобы получить окончательное доказательство. Я уверен, что люди не поверят в то, что озеро было кратером от удара до тех пор, пока мы не найдем фрагмент космического тела. Именно это мы и попытаемся сделать. Более века причина взрыва в Сибири, мощного, будто от ядерной бомбы, интриговала ученых. Все еще множатся противоречивые теории. Но сейчас, получив новые доказательства, мы можем приблизиться к разгадке тайны Тунгусского метеорита. Сейчас я думаю, что мы находимся в стадии удивительных тайн. То, что тайна остается тайной, до сих пор удивительно. Это значит, что наука не простое дело. Не все доказательства лежат прямо на виду. Но я надеюсь, что мы сможем разгадать тайну Тунгусского метеорита до того, как подобная катастрофа повторится снова. Программа озвучена студией АРК-ТВ. Текст читал Игорь Карадайкин. Редактор субтитров А.Семкин